Всем привет! Это короткий обзор новой фичи Nine Slice. Nine Slice позволяет делать красивые рамки и оформлять ваш графический интерфейс, кнопки, менюшки, рамки, делая их красивыми. Ну, что я подразумеваю под словом красивым? Посмотрите, вы, наверное, сталкивались, кто делал графический интерфейс. Примасштабируем, если вы подкладываете красивое, ну, какое-то изображение, как-то делают в коммерческих играх, чтобы выглядела игра более симпатично, вы видели, наверное, такой эффект, что скругленные, заранее запланированные скругления, вот эти, примасштабирование, они искажаются. Посмотрите, во что у нас превратились эти углы. Для того, чтобы такого не было, придумали, ну, это не в Роблоксе, это в куче игр, в куче редакторах, называется Nine Slice. Значит, изображение первоначальное, которое мы хотим использовать в кнопке, допустим, Image Button или просто Image Label, это значит просто отдельная картинка сверху, которой мы можем написать любой текст и так далее, она должна быть нужного размера. Но дело в том, что в Роблоксе играют на больших мониторах, на телефонах, может быть, с маленьким разрешением, на приставках и так далее. Естественно, у всех игроков размер игрового поля разный, поэтому, как бы вы ни старались, если вы не оставляете, если вы масштабируете свое изображение и не оставляете его квадратным, оно все равно будет искажаться, так или иначе. А здесь еще плюс в том, что вы можете один раз нарисовать с бордюром какое-то изображение. Вот, посмотрите, я в Тулбоксе Border поискал, и здесь очень много примеров. Кстати, я разберу с вами плохие примеры для Nine Slice готовых изображений. Итак, можно один раз сделать изображение правильное. Если вы используете Nine Slice, вы можете его использовать одно и то же изображение, будет быстрее игра грузится и для таких кнопок, и для вот таких рамок. То есть одно изображение используется везде. Ну, я могу сказать, что до визуального редактора в Роблоксе все равно можно было использовать этот Nine Slice. Но это было не так очевидно. Давайте посмотрим, где... Так, в Explorer Image Label, вот мы в свойствах находимся. Так, и вот у нас есть Scale Type. Scale Type выбираем Slice. И здесь можно было уже числами все отступы задать. Я сейчас скажу, что эти отступы означают. Ну, отступ слева. Вот здесь написано. Давайте можно так открыть. Отступ слева, отступ справа, отступ сверху и отступ снизу. Ну, теперь нам добавили визуальный редактор. Если у вас его нет, нажимаем File, Beta Features. И вот посмотрите, вот здесь галочка должна стоять. Nine Slice Editor. Когда его отладят, эта строчка исчезнет, и у вас он будет уже включен в ваших Роблокс Студио по умолчанию. Ну, я галочкой включил. Возможно, Роблокс Студио попросит вам перезапуститься. Это один раз требуется. Итак, после этого можно будет нажимать на эти три точки, и у нас уже будет выскакивать визуальный редактор. Вот эти числа, которые мы видим. 28, 25, 25 и 35. Ну, раньше они в других немножко. Точнее, они задаются немножко в других. Как сказать. В отступах от левой верхней точки нашего изображения. Вот здесь. А здесь мы видим небольшие значения. Здесь, смотрите, попробуем. Поменять отступы. Вот. У нас отступ отсчитывается в данном случае. Ну, визуальный редактор сразу подсказывает размеры изображения. 380 на 380 точек. И мы можем, в принципе, вручную здесь написать. Например. 40. 40. 40. И не возиться с этим редактором. И посмотрите. Эти 40-40 автоматически у нас пересчитались в 340-340. Отступ все-таки не с лева верхнего угла, а с левого нижнего. Но это не важно. Изображение. Дело в том, что если вы создаете игру, а задание на отрисовку всех этих изображений отдали своему другу, то вы прям сразу в задании говорите. Мне нужна подложка бордюр для кнопок, для рамок. И мне нужно, чтобы ширина рамочки была 40 пикселей. Если вам все так и сделали, вы можете, не двигая визуально вот эти линии, которые показывают, линии разреза. Кстати, на InSlice посчитаем, насколько у нас разрезано изображение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну вот отсюда и название. InSlice. Так. Ну и давайте посмотрим, как у нас теперь работает масштабирование, увеличение и уменьшение нашей рамки. Вот смотрите, как оно хитро работает. Остается скругление. Все нормально. Но стоит нам уменьшить кнопку меньше, чем заданный размер. Ну мы уже знаем, что наше изображение 380 на 380. Смотрите, у нас начинает уменьшаться вся картинка. Чтобы сохранить визуальную красоту, будем говорить. Так что имейте в виду, обязательно посмотрите сами, помасштабируйте, чтобы все было нормально. Так. Если мы хотим использовать эту же картинку, но сделать рамку потолще. Вот у нас есть Slice Scale. Мы можем в два раза, ну или там в три, например, давайте троечку напишем. В три раза увеличить масштаб нашей картинки. Как бы изначальная картинка, она была на 380 на 380 точек. Теперь она стала примерно 1000 на 1000. Видите, она увеличилась. Функции остались те же самые. Если мы будем редактировать Slice, то мы всегда видим оригинальную картинку. Вот. Естественно, здесь можно... Посмотрите, если я вот сделаю так, визуально. Пододвинул линию, у меня пересчиталось. И посмотрите, рамка. Сразу рамка визуально испортилась. Так что мы должны смотреть, чтобы вот эти углы полностью входили в эту Slice область. Так. Ладно. С этой картинкой мы закончили. Давайте посмотрим с другой. Вот уже примерно то же самое я сделал. И мы здесь увидим, как повторяется изображение. Смотрите, картинка большая. Так, я сейчас ее еще пододвину. Вот. Размер. Давайте нажмем Slice Editor для нее. Узнаем размер картинки. 1023 на 804. Пока я по ширине делаю картинку меньше, чем наш оригинальный рисунок. То вот эти области, они не масштабируются. Они повторяются. Не повторяются, они остаются без изменений. То же самое, если мы делаем вертикальное масштабирование. Ну, здесь уже, так, здесь уже, как бы, пропорции пытаются сохраниться у исходной картинки. Вот. Если мы нашу картинку уменьшим, вот, то примерно так же начинает повторяться. Видите, здесь какие-то пасхальные яйца нарисованы. Если бы у нас были не пасхальные яйца, например, здесь, а просто трава, то у нас бы довольно симпатично все это увеличивалось. Я вижу, что такое изображение без изменений мы использовать в рамках полноценно не сможем. Везде будет где-то обрезанный кусок. Видите, трава и вот пасхальное яйцо. Так, что можно еще сделать интересного? Смотрите, у нас довольно крупный элемент оформления. Можно тоже здесь попробовать сделать slice scale, написать 0.5. Например, в два раза уменьшить. Ну, так как у нас тоже изображение немножко неподходящее, то поэтому у нас, видите, масштабирование. У нас эти яйца начали сплющенными казаться. Так. Вот хороший пример тоже. Image Button. Image Button по умолчанию... Так, какой здесь я сделал у Image Button? Scale по умолчанию вот такой был. И посмотрите, какая рамка. Ну, такой рамкой можно только телевизор и бабушками, наверное, накрывать. Точнее, бабушки накрывают. Вот как кружева. Если мы хотим использовать подобное изображение, мы должны его уменьшить. 0.3. Вот такая штука уже более-менее. Цвет меняется при наведении курсора, потому что это у нас не Image Label, а это кнопка, которая может реагировать на курсор Hover, когда мы не нажимаем, а даже проносим курсор сверху. Так. Ну и давайте... Вот у меня есть статья про Nine Slice. Давайте прям по статье пробежимся. Я уже не буду вам в редакторе, если я что-то забыл, чтобы все было ясно. Так. Ну, действительно, вот раньше вы, наверное, видели такие кнопки искаженные. Теперь мы можем делать вот такую красоту. Разделение на 9. Вот что я забыл сказать. Смотрите. Когда мы используем масштабирование картинки в виде Nine Slice, то у нас вот эти углы не масштабируются. Они остаются без искажения. А здесь стрелочками показано, как будет растягиваться изображение. Вот этот кусочек. Если мы будем масштабировать, увеличивать изображение желаемое по вертикали, то у нас будет масштаб идти только... масштабирование только по вертикальной оси. Центральный кусок, на который я не обращал вообще внимания, потому что обычно у нас здесь пустое место какое-то, или занято текстом. Но на самом деле, можно здесь тоже какое-то изображение разместить, и оно будет масштабироваться. Ну понятно, вот эти куски верхний и нижний по горизонтали масштабируются. Вообще, лучше просто запустить и попробуйте включить в вашем Roblox Studio Nine Slice, если он не включен. Так. Ну вот уже я про плюсы использования Nine Slice. Я сказал, что без искажения бордюры используется. Дизайн изначальный, который в игру планировали использовать, остается. Использование одного и того же ассета. Это означает, что память у нас используется меньше, быстрее загружается. Ну написано, что быстрее делается дизайн, и можно повторять один и тот же дизайн в различных проектах. Использовать, потому что действительно одна и та же рамка, если она удачная, вы можете ее использовать и дальше. Ну и динамическое масштабирование. Про динамическое масштабирование я вам тоже рассказал, что игровой экран, у разных клиентов ваших игровых разных размеров. И вы не знаете, у кого вот так, например, изгасилась бы картинка, а у кого все было бы нормально, если бы вы не использовали Nine Slice. Так. Как пользоваться визуально, сами поймете. Ну еще Revert это вернуть назад, до того, как вы открыли, нажали на эти три точки, и как вы открыли редактор. Так. Ну и написано, что можно вводить в пикселях конкретный отступ. Тоже я вам показал. Так. Как включить. Показал. Здесь еще в конце написано, как рассчитываются координаты на экране. Вот пример. Например, у нас исходная картинка такого-то размера, и как рассчитать начальные координаты и высоту и размер среднего кусочка, пятого. В котором мы хотим разместить другое изображение или текст. И вот у нас, точнее для вас, пример на языке Луа. Вот как вы можете slice center получить. Получить rect. Это значит, с координатами будет прямоугольничек и с шириной и высотой. Вот так. Ну, написано, что какие-то есть проблемы. Что при изменении свойств картинки или замене картинки, пока у нас открыт на экране Nine Slice Editor, ну, это, в общем, написано, не поддерживается. А должно поддерживаться и без всяких проблем сразу новая картинка должна в нем загружаться. Когда вот эти вот штучки, которые вы хватаете, так, сейчас покажу. Драггерсы их называют. Когда вы хватаете вот этот и вы их тащите вверх или вниз. Ну, здесь это может быть уже в моем билде пофиксили. Ну, в общем, непонятно, какая верхняя, какая нижняя. Но в данном случае мне верхний драггер не дает ниже нижнего опустить. Так что, в принципе, этой проблемы уже, наверное, нет. Ну, все. На этом все. Большое спасибо тем, кто слушал. Подписываемся, ставим лайки. Обещанные уроки скоро будут. Субтитры создавал DimaTorzok